В эфире дневной выпуск программы «Местное время» в студии Ирина Шавлюк. Здравствуйте! Главное сегодня. Единый округ. Ровно пять лет назад город и сельские поселения объединились. Какие преимущества получили жители? В Ангарске стартовала декада инвалидов. Ограничения в здоровье имеет каждый десятый житель. С какими проблемами сталкиваются люди? Кипяток с потолка. Два этажа в доме 15 микрорайона затопило горячей водой. И долгожданная победа. Со счетом 5-2 Ермак закончил очередной домашний матч чемпионата высшей хоккейной линии. Ангарскому городскому округу сегодня исполняется пять лет. Судьбоносное решение об объединении города и района было принято 3 декабря 2014 года на сессии законодательного собрания региона. Тогда за образование единого округа парламентарии проголосовали единогласно. Переходный период занял почти год. Бюджет округа заметно сэкономил на содержание двух администраций и ДУМ. Кроме того, Ангарский округ вышел на новый уровень бюджетных отношений с областью и федерацией. Итоги пятилетних преобразований подведут сегодня на расширенном совещании в мэрии. Подробности узнаете в вечернем выпуске новостей. К другим темам. Трех ангарчан подозревают в наркоторговле. Двух женщин и мужчину задержали сотрудники полиции совместно с активистами фонда «Город без наркотиков». По данным оперативников, арестованные сбивали героин. Свой бизнес ранее судимые местные жители развернули в сентябре этого года. Товар продавали из рук в руки, использовали методы конспирации. Однако уже к концу осени оперативникам удалось выйти на распространителя. При обыске мужчины обнаружили более 6 грамм запрещенного вещества. Руководил группировкой цыган. Также у него было две девушки наркозависимые, которые распространяли героин. С ними он рассчитывался наркотиком. В настоящее время все трое задержаны, заключены под стражу. Возбуждено два уголовных дела, в том числе и о попытке сбыта героина в крупном размере. Сбытчикам может грозить до 20 лет тюрьмы. Дорожные службы города продолжают ликвидировать последствия затешного снегопада. Уборку проводили в ночное время и продолжили сегодня. Около 9 часов утра из-за работы спецтехники было парализовано движение на улице Карла Маркса. Обстановку на дорогах контролирует и ГИБДД. Накануне днем в патрулирование отправился практически весь личный состав автоинспекции. Обстановка у нас в уличной дорожной сети остается быть довольно-таки сложной. Но тем не менее сейчас в данный момент работают все организации, также предприятия, которые осуществляют очистку дорожного покрытия от снега. Ну, в данный момент ситуация под контролем. Сегодня выезжали все наружные наряды в соответствии с нашими нормативно-правовыми актами. Осуществляют проверку уличной дорожной сети в случае необходимости. Сразу же эта информация передается на диспетчерский пункт, где находятся эти транспортные средства, которые осуществляют очистку. И, соответственно, направляются все техники. В понедельник в округе выпала 10-дневная норма снега. Уровень покрова составил 11 сантиметров. Снегопад прекратился, а морозов, по обещанию синоптиков, не будет еще как минимум пару дней. Станция скорой помощи в Братске проводит служебное расследование на основании видеозаписи, которая появилась в социальных сетях. На видео у врач скорой помощи во время осмотра младенца пользуется интернетом. Предположительно, медик не мог поставить маленькому пациенту диагноз. Комментарий заместителя министра здравоохранения региона Галины Синьковой разместили областные информагентства. В частности, ИРКРУ сообщает, что чиновник в поведении сотрудников не находит нарушений стандартного порядка по оказанию медицинской помощи. Пользоваться информационными ресурсами будущих медиков учат еще в университетах, говорит Галина Синькова. К слову, с малышом, которому оказывалась помощь, все в порядке. Спасибо всемирной паутине. Продолжаем выпуск. В округе проходит декада инвалидов. Накануне специалисты администрации, учреждений соцзащиты и здравоохранения обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Таковых оказалось немало. Александр Бычков продолжит тему. Ангарчанин Александр Альберг к инвалидному креслу прикован уже много лет. На круглый стол, посвященный проблемам людей с ограниченными возможностями, доехать смог практически без посторонней помощи. По словам мужчины, за последнее время ситуация с пандусами в городе существенно улучшилась. Но, тем не менее, проблем еще масса. Трудности могут подстерегать колясочников буквально где угодно. Ну, с перевозкой, допустим, да, даже вот больницу. Надо обязательно вызывать за свои деньги. Вызываю эту, ну, неотложку, ну, вот, которая. Две тысячи туда-обратно свозить в больницу. Ну, то есть, довольно-таки сложно. Согласно программе «Доступная среда», каждый социально значимый объект должен быть обеспечен устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями уже к 2025 году. Помнят об этом и в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Практически каждый объект имеет пандус или, как минимум, кнопку для вызова специалиста, готового помочь закатить коляску. Однако, некоторые сооружения непригодны для использования. В учреждениях по безборезненной среде были установлены и кнопки, и пандусы, но они не соответствуют. Они не соответствуют даже в нашей организации. Очень неудобно людям подниматься. Ну, хотя работа ведется, вот сегодня вы слышали, очень много вопросов задавалось о том, что в стационарах нет у нас кнопок для вызова. Но это все проблемы решаемые, их можно решить. Несоответствие пандусов – лишь одна из множества проблем. К примеру, указательные таблички или дорожные знаки для людей, имеющих проблемы со зрением в нашем городе, до сих пор явление нечастое. Однако, как говорят организаторы круглого стола, суть мероприятия именно в том, чтобы вскрыть проблемы, выслушать все пожелания и предложения из первых уст и предпринять необходимые меры, чтобы обеспечить каждого анграчанина комфортной средой проживания. Александр Бычков, Дмитрий Швецов. Местное время. Несколько квартир в доме 15-го микрорайона затопило кипятком. В доме произошла коммунальная авария. В результате горячая вода залила два этажа. Из-за ЧП пострадали пожилые люди и семьи с маленькими детьми. На место выезжала Мария Константинова. На полу огромные лужи, от воды идет пар. Вот так, с тазиками и тряпками в руках, жители 7-го подъезда 12-го дома в 15-м микрорайоне встретили пятничный вечер. Вызванный в срочном порядке сантехник помочь был не в состоянии. Я бегом побежала и говорю, у меня вода хлещет горячая. Он, значит, еле-еле, пьяный-пьяный, пришел, ключи забыл от подвала. Я говорю, перекройки стоят. Пошел за ключами. Пришел с ключи, сапоги не взял, оказывается, там воды полно. Пошел за сапогами. Пока местный слес рискал сначала инструменты, затем сапоги, а потом и саму поломку, прошел почти час. В результате кипятком затопило четыре квартиры. А это Наталья, бабушка полуторамесячной малышки, которую в экстренном порядке родители увезли к родным на время ЧАЭС. Пожалуй, их жилье пострадало сильнее всего. Обои в пузырях, мокрый потолок и перекрытие. И, как следствие, неисправная проводка. Жить в таких условиях пока невозможно. Дом аварийный, давненько уже. То есть, когда у меня сломался стояк непосредственно в ванной, он сказал мне то, что на втором этаже горячая вода надо менять полностью. То есть, с пятого этажа по первый. Я ему сказал, давайте поменяем. Что он мне ответил? Когда будет, как бы, как вода польется, тогда и будем решать. Самое обидное то, что знали. Все об этом знали, все молчат. Я плачу, соответственно, за квартиру. Я плачу за это все деньги. И меня просто, как бы, не знаю, как это называется. Побрели или как это называется. В результате коммунальной аварии пострадала не только молодая семья. Пожилая соседка настолько была напугана всем произошедшим, что ей пришлось вызывать скорую помощь. Угол весь залит здесь вот в коридоре, как за стенкой вода пошла. Во-первых, тут живет одна, наша мама, ну, мать жены. Она старенькая, ей 81 год уже. Она больная. У ней давление, у ней диабет. Она очень испугалась, перепугалась. Говорит, крик, что я, говорит, не знаю делать. Ну, сильно позвонила. Вот мы с женой приехали. И вот, ну, лежит тут сейчас, и жена ее отхаживает, капли ей там дает. Корвал, лутвал или валидул, не знаю, что. А вот специалисты управляющей компании своей вины в произошедшем не видят. Сотрудники ЖЭО в голос утверждают, что причина аварии – установленные во время ремонта одной из квартир медные соединители. С нашей стороны причины не было. Стальная труба стоит новая по горячей воде в штробе. А подводка подсоединена, медная. То есть это жильцы сами установили эту медную подводку. И все, она на резьбовом соединении лопнула, видимо. Оно же все не вечное, понимаете? Что моей причины и причины компании здесь не усматривается. Я сняла все на видео, зафиксировала. Сегодня мы эту аварию устранили. То есть вырезали медную подводку жильцов, а установили свои стальные трубы. А это фотографии последствий аварии в той самой квартире, где была установлена злосчастная медная подводка. Благовладельцы уже научены горьким опытом. Их часто топят соседи сверху. По словам коммунальщиков, там проживает неблагополучная семья. Сейчас пострадавшие собирают необходимые документы, чтобы обратиться в страховую компанию. А вот кто будет возмещать ущерб, ЖЭК или все-таки соседи, чьи трубы пришли в негодность, видимо, будет разбираться суд. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. А сейчас новости партнеров. Братский местный житель случайно обнаружил фрагменты черепа животного, вымершего более 10 тысяч лет назад. Все подробности о ценной находке в материале наших коллег с братской студии телевидения. Осторожность в движениях вполне объяснима. В руках у жителя братского района ценная находка. Останки древнего животного обнаружил их Евгений на одном из пляжей местного водохранилища. Отправился туда за камнями для парилки и заметил что-то вроде коряги. Предмет выглядывал из воды. Мужчину смутили белые вкрапления, которые при ближайшем рассмотрении оказались зубами. Взял длинную палку, подтащил поближе, взял. Это часть челюсти, фрагмент. Потом пошел дальше. Метров 20 опять же в воде я увидел что-то похожее на череп. А если быть точнее, череп бизона археолог помог идентифицировать, кому принадлежат останки. Они, кстати, неплохо сохранились, особенно если учесть, что бизоны на территории нынешней Иркутской области вымерли около 10-12 тысяч лет назад. Выйти на их след сейчас получается либо случайно, либо в ходе археологических экспедиций. Маршруты исследователи пролегают, как правило, по берегам Братского и Устилимского водохранилищ. В текущем году специалисты обнаружили средневековое погребение коровы. До этого – останки снежного барана. Такая находка – большая редкость. Сейчас мы участвуем в программе по анализу ДНК снежных баранов, которая проводится у нас по всей Евразии. Наши образцы, которые совсем недавно были определены как эти животные, они будут участвовать в этой программе. Соответственно, расселение снежного барана по Евразии, в том числе, проходило через Братский район. Эта территория наверняка хранит еще много тайн. Возможно, удастся узнать что-то и о бизоне, останки которого нашел Евгений. Но для начала фрагменты черепа законсервируют. Это необходимо, чтобы избежать воздействия солнечного света и кислорода. Оно губительно для ценной находки. И к новостям спорта. Ермак, наконец, подарил яркую победу своим болельщикам. Накануне оранжевые в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги на домашнем льду обыграли хоккеистов Бурана. Первые два периода для хозяев складывались не очень удачно. Гости повели в счете, а потом и вовсе удвоили свое преимущество. Казалось, шансов на положительный для Ермака исход матча уже нет. Однако в конце второго отрезка игры ангарчане активизировались и ринулись в атаку. Сумев до свистка забросить две шайбы и тем самым сравнять счет. Третий период остался полностью за подопечными Андрея Кирдюшова. 5-2 итог встречи. Следующий матч Ермак проведет также на своем поле против хоккейного клуба Тамбов. Таковы новости к этому часу. Подробную информационную картину дня покажем в вечерней программе новостей. Не пропустите. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok